Всем привет! С вами Елена Дубровченко. Сегодня я подготовила урок, посвященный временам английского языка. Past Continuous – прошедшее продолженное время. В некоторых учебниках вы можете встретить название Past Progressive. Это то же самое – прошедшее продолженное время. Только в разных книгах оно может называться по-разному, но это одно и то же время. Прошедшее продолженное время. Для того, чтобы разобраться, что это за время, давайте представим ситуацию. Представим с вами пробку, которая была, скажем, вчера в 8 часов утра. А теперь представим, что люди, застрявшие в пробке, могли делать в тот момент. В 8 часов утра, сидя в своих машинах. Она пила кофе. Они читали. Они читали. Он говорил по телефону. Он говорил по телефону. She was yawning. Она зевала. They were sleeping. Они спали. She was listening to music. Она слушала музыку. She was listening to music. He was yelling. Он кричал. Итак, когда мы хотим рассказать о том, что происходило в определенный момент времени в прошлом, мы используем прошедшее продолженное время. Теперь давайте обратим внимание на образование этого времени. Ещё раз посмотрим на один пример. They were making a snowman. Они делали снеговика. They were making a snowman. Как же мы образуем прошедшее продолженное время? Для этого нам нужен глагол was для единственного числа, или were для множественного и причастие настоящего времени. Причастие настоящего времени мы образуем путём добавления к основной форме глагола. Глагол я условно обозначила буквой vi. Путём добавления к глаголу in. То есть мы видим глагол play, к нему добавляем in. Так как I и я единственное число, мы берём форму was. Я буду условно переводить как оно, но it, вы знаете, мы можем перевести как он и как она в зависимости от подлежащего. He и she мы используем только, когда мы говорим о людях, а it, о предметах. You were playing. Вы играли. We were playing. Мы играли. They were playing. Они играли. Итак, когда нам нужно образовать глагол в единственном числе, мы берём was, playing. По множественным берём were и playing. Посмотрим, как образуется отрицательная форма. Для образования отрицательной формы нам нужна отрицательная частичка not. То есть глагол was в единственном числе, were во множественном, not отрицательная частичка и причастие настоящего времени. Мы употребляем часто сокращённую форму, особенно в разговорной речи, и для её образования нам нужно was и not написать слитно, убрать букву o и поставить апостроф. Перейдём ко множественному числу. You were not playing. Вы не играли. We were not playing. Мы не играли. They were not playing. Они не играли. Сокращённая форма. Также пишется not слитно с глаголом were, убирается буква o и добавляется апостроф. You weren't playing. We weren't playing. They weren't playing. Перейдём к вопросительной форме. Was she drawing? Для того, чтобы задать вопрос, нам нужно вспомогательный глагол поставить перед подлежащим. Was I playing? Я играла. Was he playing? Он играл. Was she playing? Она играла. Was it playing? Оно играло. Were you playing? Вы играли. Were we playing? Мы играли. Were they playing? Они играли. Итак, с образованием мы разобрались. Давайте вспомним орфографические нюансы. В большинстве случаев для того, чтобы образовать причастие настоящего времени, нам просто нужно добавить ing, как в данном случае. Carry, carrying. Здесь мы видим, что глагол оканчивается на why. Однако, несмотря на то, что перед why стоит у нас согласный, мы не будем производить никаких изменений. Мы просто добавляем in и всё. Carry, carrying. Если глагол оканчивается на и, мы будем и убирать. Come, coming. Dig, digging. Begin, beginning. В данных случаях мы удваиваем последний согласный. Почему мы удваиваем? Мы удваиваем последний согласный, потому что у нас в слоге краткий гласный находится между двумя согласными. И слово не обязательно должно состоять всегда из трёх букв, как в первом случае. В слове begin у нас больше букв, у нас пять букв, у нас два слога. Однако, мы будем удваивать, потому что последний слог ударный, и в нём краткий гласный находится между двумя согласными. Здесь хочу обратить внимание на то, что L мы удваиваем только в британском варианте английского языка. В американском варианте мы удваивать не будем. Lie, lying. В данном случае I, I мы меняем на Y. Die, dying. Аналогично. Итак, с образованием мы разобрались, с орфографией разобрались. Давайте теперь посмотрим на случаи употребления. Основной случай – это действие, происходящее в определённое время. В прошлом. Это наша ситуация в пробке. Я подготовила ещё несколько примеров. Вчера, в восемь часов, я завтракал. Мы не знаем в данном случае, когда действие началось, сколько оно продолжалось, закончилось оно или нет. Но мы знаем, что в определённый момент времени, вот в восемь часов вчера, я завтракал. В некоторых случаях у нас может быть указан период времени, в течение которого это действие продолжалось. Например, I was preparing for the test all night. Всю ночь подчёркивает, что действие было в процессе. Поэтому мы должны употребить прошедшее, продолженное время. Также мы употребляем past continuous для обозначения длительного действия, во время которого произошло другое, более краткое действие. Например, Когда я выглянула в окно, шёл снег. Мы с вами видим здесь два действия. Выглянула и шёл снег. Какое действие было длительным? Шёл снег. Мы не знаем, когда действие началось, когда оно закончилось. Но в тот момент, когда мы выглянули из окна, снег шёл. Поэтому для обозначения длительного действия мы используем прошедшее, продолженное время. А для обозначения кратковременного действия выглянуло это действие моментальное, мгновенное. Мы используем past simple. Это очень важно. Бывают примеры, когда одно действие прерывает другое. Например, Когда я шла в школу, я встретила своего друга. Когда я шла в школу, я встретила своего друга. Я шла – это длительное действие. Я встретила – met. Краткое действие. И мы будем использовать past simple. Также мы используем прошедшее, продолженное время для обозначения двух или трёх действий, которые происходили одновременно. While I was working, my son was playing. Пока я работал, мой сын играл. Также мы используем прошедшее, продолженное время для обозначения действия, которое происходило слишком часто и вызывало раздражение. Мы употребляем также наречие always, подчеркнуть наше недовольство. Он вечно списывал мою домашнюю работу. Мы используем past continuous для описания фона, обстановки, атмосферы, в которой имело место повествование. Давайте представим следующую ситуацию. И дальше, по идее, должны какие-то события происходить. Что же там с лесой это потом было? It was raining heavily указывает нам на атмосферу, на обстановку, когда действие происходило. Теперь остановимся на словах, которые нам показывают, что мы должны употреблять прошедшее, продолженное время на словах-маркерах. Вместо двух, конечно, мы можем использовать любую цифру. Мы используем эти словосочетания для того, чтобы подчеркнуть длительность, что действие происходило долго. While – союз, в то время как, для обозначения параллельных действий, действий, которые происходили одновременно. When – когда, союз. As – тоже союз. И когда мы употребляем в предложениях с past continuous будет переводиться как слово «когда». Вот и всё, что я сегодня хотела вам рассказать в максимально краткой форме. Я надеюсь, вам было всё понятно. Если непонятно, задавайте вопросы в комментариях. Если видео было для вас полезным, ставьте лайки. Если вы не подписались, подписывайтесь на мой канал. И не забывайте писать в комментариях, какие уроки вы бы хотели ещё увидеть, какие вопросы мне разобрать и что вам объяснить. Спасибо за то, что были со мной. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok